ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорогие братья и сестры, мы с вами празднуем сегодня торжество Сосшествия Святого Духа или, по-другому, торжество Святой Пятидесятницы. Я приветствую вас из Кафедрального Собора Преображения Господня. Сегодня 50-й день со дня, когда воскрес наш Спаситель и когда Он по Своему обетованию послал Своим ученикам, апостолам Святого Духа. Сегодня также день рождения Церкви, потому что апостолы, которые находились в доме из страха перед иудеями, которые были напуганы, которые были неуверены в завтрашнем дне, ибо не знали свою судьбу или даже, возможно, ожидали репрессий со стороны властей, которые не верили до конца в воскресение Иисуса, вот в таком состоянии страха находились вместе за закрытыми дверями, как говорит Святое Писание. И в это время к ним приходит Христос. В это время Он посылает им того самого Духа Утешителя, который, по Его словам, научит их всему. И мы видим разительную перемену, которая происходит в них. Из, как я уже сказал, напуганных людей, сидящих в заперти и боящихся выйти за пределы помещения, они становятся пламенными проповедниками и свидетелями воскресения Христа. Они выходят на улицы Иерусалима, и апостол Петр провозглашает жителям, что Христос, которого распяли воистину, воскрес. И по Его словам, по Его пламенной проповеди, по Его пламенному свидетельству, обращается до трех тысяч человек. Таким образом, рождается первая община спасения, первая община верующих в Иисуса Христа. Вот почему, как я уже сказал, торжество Пятидесятницы является также днем рождения Церкви. В чем же, дорогие братья и сестры, для нас, верующих людей Церкви, великое и спасительное значение торжества Пятидесятницы, что содержится для нас в событии Сосшествия Святого Духа. Вспомним о том, что Христос, перед тем, как вознестись на небеса, перед тем, как оставить апостолов, готовит их к этому и подчеркивает, что Он не оставит их сиротами, что Он пошлет им Духа Утешителя, Духа, который научит их всему. Что значит для нас Святой Дух, Третье лицо Божественной и Единой Троицы, нашего Господа? Именно Его значение раскрывается в таинстве миропомазания, которое зачастую уделяется именно в этот день, торжество Святой Пятидесятницы. Дух Святой посылается Отцом и Сыном, исходя от них, чтобы укрепить всех нас, людей, живущих на земле, укрепить в вере, укрепить в движении к добру, в противостоянии греху и, таким образом, в приуготовлении нас к Царствию Божьему. Отсюда становится очевидно, что мы, дорогие братья и сестры, сами по своим способностям, силам, возможностям не способны достичь спасения, сами не способны приуготовить себя к Царствию Божьему. Нам не хватит сил, нам не хватит терпения, нам не хватит любви, нам не хватит веры, и мы постоянно в нашей жизни ощущаем этот недостаток, то есть ощущаем нашу немощь, немощь в постижении Слова Божьего, немощь в верности молитве, немощь в верности Божьим заповедям. И зачастую может показаться, что мы вообще не в состоянии следовать тому учению, которое нам оставил Христос, а ведь оно весьма радикально. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, нам необходим Дух Святой, нам необходима Его сверхъестественная благодать, которая и восполнит нашу человеческую немощь. Поэтому сегодня и мы, дорогие братья и сестры, принимаем дары Духа Святого, как и те кандидаты, которые примут от рук епископа здесь у нас в Кафедральном Соборе, печать дара Духа Святого, укрепление в вере и укрепление в своем обетовании, чтобы действительно каждый из нас мог стать тем свидетелем, от которого произрастает, живет Святая Церковь, наполняются наши храмы, и таким образом по всему миру разносится благая весть Иисуса Христа, Его Евангелие, с призывом «покайтесь и веруйте в Евангелие». Святой Дух просвещает наши сердца и наш разум таким образом, чтобы слова веры становились доступны и понятны все большему и большему числу людей, не только в наших церквях, в наших храмах, но и вне христианских общин, в наших домах, на местах нашей работы и учебы, на улицах нашего города. Я поздравляю вас с торжеством Святой Пятидесятницы, особенно же поздравляю тех, кто сегодня принял или принимает таинство Миропомаза, не укрепляясь в своей вере и в своем свидетельстве об Иисусе Христе, и также всех вас, дорогие братья и сестры, и пусть благодать Святого Духа пребывает с нами.